Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса оплаты членов ревизионной комиссии проезда к месту осуществления контрольных полномочий. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном случае Минфин рассматривал вопрос, может ли соответствующая оплата рассматриваться в качестве облагаемого дохода члена либо членов ревизионной комиссии. И рассматривая данный вопрос, Минфин указывает на то, что члены ревизионной комиссии не находятся во властном либо административном подчинении организации. Это означает, что оплата, которая осуществляется организацией, по сути дела, делается в интересах именно членов ревизионной комиссии, а не в интересах, ну, видимо, по мнению Минфина, в интересах организации. И, соответственно, по сути дела, осуществляется, ну, что называется, удовлетворение личных потребностей членов ревизионной комиссии, что позволяет говорить о том, что соответствующая оплата поездки образует доход у члена ревизионной комиссии, и, соответственно, этот доход должен облагаться НДФЛ. Здесь я обращаю внимание, что в целом позиция Минфина по данному вопросу, она последовательная, стабильная, и в ряде более ранних писем эта позиция уже высказывалась. Однако я обращаю внимание на данное письмо, потому что в целом нередко у организации возникает вопрос, каким последствиям приводит оплата поездок лиц, которые не состоят с организацией в трудовых отношениях. И в данном случае для оценки соответствующих последствий можно использовать те, скажем, обстоятельства, которые используются в данном письме, а именно наличие либо отсутствие властного либо административного подчинения организации может говорить о направленности такой оплаты. Либо она осуществляется в интересах организации при наличии властного либо административного подчинения, либо, напротив, она осуществляется исключительно в интересах физического лица. И тогда можно говорить о том, что соответствующее физическое лицо получает облагаемый доход. Эта ситуация, она на самом деле нередко возникает, например, в тех случаях, когда физическому лицу оплачивают, скажем, поездку к местонахождению самой организации, например, для прохождения собеседования, либо в иных аналогичных случаях. Таким образом, организациям следует учитывать соответствующие позиции для правильного определения налоговых последствий и своих обязанностей. Ну и также физическим лицам также необходимо учитывать подход Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.